Всем привет, с вами Сави Аварин и это Бесконечное Лето, мод под названием Доприводные знания. Продолжаем так сказать день. Первый идёт о том, что происходит в первом. Так сказать, поехали. Она должна готова идти с ним куда угодно. А почему? Она не способна уходиться на этом рынке, быть востребованным товаром. Ты же хочешь принести собственное понимание жизни, как ты думал. Они не готовы к этому. А она готова. А Лера, дневник. Иннокентий, брат Али. Петя! Петя! А, что? Женя? Ты вернулась? Я вновь проснулся и светил с единой. Как ты это сделала? Опираясь на руки, я встал. Я тебя разбудила? Просто я каждый раз забываю тебя, от этого ты быстро просыпаешься. Кричала? Прости. Ты не виновата. Никто не знал, что теперь ты можешь так поднимать меня. Хорошо, что сейчас... Хорошо, что только сейчас. Иначе в школу я ходил бы чаще. А вообще, я рад, что ты вернулась. Кстати, уже утро. Иди остальные. Не знаю. Вагин наделил тебя еще какими-то способностями? Выдохнув я снова при этом сиденье. Тоже не знаю. Переход между... Эээ... Глава мне нас ехала. Ладно. Кстати... Что за... Вообще происходит? Вот он отлично. Охуй, офигенный водитель. Эй, голубки, пора оставаться, а то вы так весь влаги поспите. Сказал водитель, который только зашел автор. Что? Твоими криками мы разбудили Двачевского. Алиса Мик подняла голос на его плеча. Нет. Ничего страшного, а? Ну, вы это, идите давайте. Вас вожата ждёт. Хорошо. Слегка покачивалась, я встал с сидением после сна моей дуни зрителя. Стало мне сделать шаг, как в глазах зарябило, и на секунду остановить. Как-то так, рано ещё падать. Взявшись за порчень рукой, попытался идти дальше. Дело не особо меня слушалось, но я шёл. Мы вышли вместе с Алисой из автобуса, перед нами красовались те самые роды пенни. Ё-моё. Тут красиво. Красиво тут. Моему удивлению не было конца. Мы забегали с стороны в сторону, цепляя каждую. Очень. Очень, она сказала Алиса. Мы бы, наверное, могли стоить так ещё долго, но наше наблюдение прервал громкий голос. А вот и вы, опоздавшие пионеры. Крикнул вожата, которая вышла из ворота лагеря. Ольга Дмитриевна показала на меня пальцем. Меня зовут Ольга Дмитриевна. Я вожата вашего отряда. Ты, наверное, Фёдор. Рубка ответил. Точно? Ольга ответил я. А ты позвал она на Алису. Алиса Двачевская. Да. Рубка ответил Алиса. Что ж, ребята, добро пожаловать в наш лагерь. Пойдёмте за мной. Скоро будет общая линейка для тех, кто приехал позже. Так как вы у нас в первом отряде, то я вас сразу пристрою к тем, кто уже пробыл неделю в лагере. Хорошо? Конечно. Конечно хорошо. Такие могут быть вопросы у двух запоздалых пионеров. Ольга Дмитриевна говорила так быстро и громко, что скорее напоминал мне Мику, нежели оригинальную ОД. В голове была куча вопросов, а местная реальность не была настроена давать мне ответы. Что, как, когда. Женя, да? Как тебе здесь? Тихо бормотал я. Тут очень красиво. Здесь я ощущаю себя как-то по-иному, чем в том мире. Такое ощущение, что я вот-вот вырвусь наружу своей головы. Хочешь сказать, не будет еще и виктуализировать тебя здесь? Возможно. Как-то смущено с продолжением. Узнаем еще, попробуем знать. Угу. С разговором изглубленный смысл, я не заметил, как было подошли кулку. Тело, как было застолье, ярко и красочно, настолько, что голос вырисли из орбиты. Итак, это у нас кулк. Магадмита подошел к двери и постучал. Тараяшкин, выходи! Магадмита кричал, так будто звал. Скала глухого, а не наша кибер-ублюдка-сережка. Может потом? Котова голоса. Нет, уж. Да они не так и там, сутками сидят. Пусть выходит. К тому же, скоро линейка. Да, вот эта тут явно другая. Интересно, а какие мне еще ждут изменения? Чуть повернул кул, я начал осматривать, ну, какие крупные изменения не заметил. В последнее время вышел Сережа. Явно был не рад нашему выявлению. Дайте угадаю, Сережа стану в чем социофобом или что-то подобное. Что случилось? Мы заняты. Знаем мы, как мы заняты. Уже два дня не можете починить нам обычную рацию. Я же говорил, деталей не хватает. Они разговаривают так, будто от нас и нет. Лис. Да. Как тебе первые впечатления о лагере? Лис волнительно лохнувый, посмотрел куда туда. Ну, мне здесь нравится. Тут очень красиво. Лис сделает голос чуть-чуть. Кажется, он странный. Лис скинул на лажату, а я полнулся. Так, я совсем забыл. Сережа познакомься с нашим, братьями-пионерами. Это Федя и Алиса. Привет, познакомься. Сережа. Взаимно. Привет. И тебе привет. Если это все, то я пойду. Сережа, куда ты так спешишь? Опять своих японских мультикей смотреть, смотришь? Да, да, опять. Не зря, что ли, их отец привез. Может быть, не знаю, разочи починил. Второй день уже, Сережа. Эдь. А? Что? Ничего. Прекай только думать. Тебе не квартира. А еще у меня странные ощущения, но... Я как будто могу выйти из-за знания. Я тоже говорил, но... Она все усиливается, я не понимаю. Что? Я еще сама не понимаю, но... Я перед своими глазами вижу какие-то линии. Их так много. Ты вообще находишься. Наверное. Я думаю, что ты нас спаси. Итак, ребята, пошли дальше. Открыгал Ольга Битлевна, мы его подскочили на месте. Ребят, вы чего? Пугать и так, Ольга Битлевна, страшно же. Ладно, ладно. Идите, идем, пленеры. Мы идем дальше. Идя, я продолжаю разговорить с Женей. Что там еще нового? Не знаю. Это очень странно. Сих линий их так много, за каждое из них что-то новое. Точно. Что? Помнишь, Мод, назад, Савенок? Я тебя понял. И, брод. Похоже, только тут не лагеря, а свои вселенные, что ли. Это очень странно. А что ты сейчас очень волнуешься и не застояешься серьезно думать? Меня вытащили из родного гнезда в относительно неизвестной территории. А еще сам удивляюсь тому, как я спокоен. Шш, Федя, успокойся. Это место не причинит тебе зла. А то мой я побудусь с тобой в одной из девочек в перевечный цикл. Ты не удержишь от меня. Побудусь с тобой столько, сколько смогу. Можешь не сомневаться. Да и может это место зла сделает меня. Что такое может быть? Мало бы не знаю, чего можно ждать в лагере. Почти все вышесказанные наш тобой в теории. Будем жилы и умрем. Ладно, время покажет. Следующая наша остановка была библиотека. Жене из оригинального БЛ у меня всегда были особые чувства. После Микла она была моей главной любимей. Верю, что без скверным характера скрывалось что-то чудесное. Так, на счет второе место у него не Микла. Но после Сереги с Алисой я не знал, что может умереть. Ребят, подождите здесь. Библиотека я просто так не вынешь. Эх, она и тут книжный чек. Петь. М? Да. Что с тобой? Быстрее. По автобусу, ты был таким открытым со мной, что я на что-то спил. Как-то раздраженное непроизвольное, но я перебил ее. Место новое. Я должен привыкнуть. Ты слишком новая. Это хорошо. Нужно мыслить, размышлять. Вот о чем ты сейчас думаешь? О доме. Случаешь? Еще нет, но мы так далеко от дома. А я намного дальше, чем мы. Почему? Ты из другой страны приехал? О нет, просто... Возможно, я расскажу. Хорошо. Ребята. Ребята. И тут я столбнул. Что? Он библиотекарь? Это наш главный библиотекарь. Шорик Демененко. Шорик, знакомься, это Федя и Алиса. Здравствуй, Федор. Фереза сказала, Шурик, если ты его пожал мне руку. Приятно познакомиться, Александр. Знаешь, что я был в шоке, ничего не сказать. Ооо... Шурик? Библиотека? Серьезно? Держание? А вы, как я полагаю, Алиса. Да, приятно, знакомься, Шурик. И мне понятно. Заходи в гости, у нас много книг. Спасибо. Шурик, они тут первый день. А ты уже к девушке пристаёшь. Ольга, Дмитриевна, вы сами назначили библиотекаря. Я тут сижу, Адя, и ко мне никто не ходит. Шурик. Они продолжают спор, но я их несу. Черт, Шурик, библиотека. Моя жизнь не будет прежней. Не, серьезно, как так? Все по-другому. Алиса, стесняшка, ОДБ, бешеная, Серега, сыч. Для развития событий. Долго нам же это не пришлось. Ольга, Дмитриевна, сразу же нас потащила еще куда-то. Прямо выше к столу. Ольга, Дмитриевна, а почему вы только нас водите по лагерю? Где остальные? Ну, они все здесь второй раз. Вот тут единственные новички. Так, о чем я? Это наш стол. Тут мы приятное дело кушаем, проводим различные мероприятия и иногда играем в 12 записок. Это очень редкое и зрелищное мероприятие. Ага, зрелищное. Попап, я не убегаю со стороны стороны, вы быцкиваю культуры с легендой в поисках мультика бумаги. Эх. Поэтому мы всегда должны сохранять стол в чистоте. Вам все понятно? Да, конечно. Тогда пошли на общую линейку. Она вот-вот начнется. Остальное я расскажу и покажу на ней. Но что позже времени как раз возьми. Ну и все большие стороны площади. На ней все так же неизменно стоял памятник заказочному генде. Время в толпе я увидел линку. Славил. Лену. Все это время Алиса застенчиво держалась рядом со мной. Есть отойти даже на шаг. Так, такой творческий мне только привыкать и дай привыкать. Как тебе логи? Просил я как-то на автомате. Мне нравится. Только вот повод для себя я еще не нашел. А чем ты увлекаешься? Естественно, родители таскают меня по всем кружкам. Я пела, танцевала, рисовала. Но это мне нравилось петь и играть на чем-то. Со временем я смогу научиться играть на фортепиано и гитаре. А ты? Не знаю, генетика мне не особо тени. Хотя я много знаю по всей этой теме. С музыкой я на вы. Правда, какую-нибудь абстрактную чепуху я могу насочинить без особых проблем. Понятно. Ну, наверное, нас ждет музыкальный коп? Думаю, да. Оп, прям сразу же. Внимание, внимание! Боже! Оглушительный воприс громко говорить заставил всех пионеров обратить внимание на нашу вожатую. Первый отряд. Забраться в одну шеренгу на площади. А с ней от этого разберетесь с своим вожатым. Идем! В шеренге уже стояли все. Шурик, Легон, Сережа, Женя. Между нашими еще где-то писалась ульянка. В общем, суете Ольга Дмитриевна забрала у меня Алису и найти позже у меня ее не получилось. Поэтому я встал где-то у края шеренги. Итак, пионеры. Тут ропор дико завещал и затих. Сареяшкин! Почему все твои гени... гениальные запретения ломаются? Я знаю, что ли. Прямо ямар, Сережа. Ладно. Будем действовать по старинке. А, это его гениальные запретения громко говорите. Ольга Дмитриевна наползилась и... Итак, первый отряд. Равняясь, первый отряд. Сегодня ваш восьмой день жизни в лагере Савенов. У нас пополнение рядов. Пополнение рядов. Два бравых пионера. Это Федор и Алиса. В железном руке Легон подзывал нас к себе. Мы были высшей, и все внимание было сконцентрировано на нас. Здравствуйте, товарищи! Крикнул я, и ребята начали меня улыбаться и кипать в ответ. По окончании линейки я запомнил, что работы сегодня не должно было быть много. А вообще, стоила линейки закончится, как толпе пионеров началась возняли шум. Сеть. Да. Нам нужно поговорить. Ты будешь один, сконцентрируйся. Хорошо? Да, но... Стоп, ты же сама только что могла меня вызвать, и это уже не первый раз. Точно. Подвечу, встроен свечку столовой. Надеюсь, все помнят свою работу в лагере на сегодня. Удачного дня. Из этой речи я в последний раз убедился, что это же другой Саверок. Не тот, чтобы угнавали. Пока я дома, ко мне подбежала Лиса. Я уже сам не могу привыкнуть. Лиса там... Беги. Федь, он любительно попросил нас подойти к ней. Хорошо. Пошли. А где у нас сейчас? Она сказала, что будет в своем домике. А где это? Для того, чтобы играл я много, в реальности все оказалось куда труднее. В ПГ это вам не самим самим все видеть. Так что я тут я еще плохо ориентировался. Ой, я забыл спросить. Такс, такс. Тут у нас вопросы. Да, мы наконец-то. Пошли и спросим у кого-нибудь. Я уйдил в Славе и тут же подбежал к ней. Привет, не поможешь? Не, не можешь помочь. Да, если как, поправился. Своей посадил мне прямо в глаза. Она была очень аккуратно одета, а от ее улыбки становилось теплее на душе. Привет. А чем я могу помочь? Понимаешь, мы с моей подругой только приехали и вожат попросил нас к ней подойти. Сама она ушла в домик. Мы не знаем где это. Как тебя зовут? Дальчики, значит. Меня Сарай зовут. Пошли, я вас провожу. Она вновь улыбнулась и пошла вперед. Подверь из домика Ольга Питер. Попутно с вами нам рассказал и в детстве в лагере про его жизнь и про все целое. Также за прошедшую неделю мы два раза успели в поход сходить. Говорят, что на этой неделе мы опять пойдем. В конце недели замечается родительский день. А Сарай тут совсем не изменилась. Наверное, ты единственный такой человек. Вот мы и пришли. Ромка сказала, Сарай из фирм так масло и голубыми глазами. Спасибо, Сарай. Диаки, ладно, я пойду. Поиграю на пляже с ребятами в волейбол. И даже она изменилась. Прошлая Сарай пошла бы сажать стильом или помогать кому-то. А это решил идти на пляж. Да, которая предпочитает работу на работе лоды. Мы из очистки остались одни. Ну, пошли. Я с учетом, ты говоришь. Хех. Пошли. Но я и Ориска случил. Минус очко. И Орли и Денис встали за двери. Потом послушался какой-то шорок и тут открылась дверь и ваша и вышла Ольга. Мы что-то хотели? Вы нам обещай показать весь лагерь, да и Орис говорила, что вы нас звали. Ребят, вы дети не маленькие, а мне дел много. Сами-то не найдете. В библиотеке есть карта. Чего вы? Вы еще должны расселить нас. О, а это правильно. Сейчас подумаем, куда вас можно заселить. Пошли ко мне в дом. Дома что-то не особо отличалось от картинки. Даже разобрался надежда, запах чая, цветов, были воздухи, взбитая подушка на кровати. Как бы вас поселить? Ольга видит немного при задумывается, а потом открою домочку и доставил карту лагеря. Некоторое время вожатых думала, а мы списывались. Ольга видит набрал карту и господин. Дом опять на нас и на карту. Карту и на нас. Ребят, где у нас идут? А, где у нас идут? Где у нас идут? идите сюда, покажи. Два часа, Федя. Ольга видит посмотрел на меня. А? Вот это блин. Кто у нас будет жить один? в домике 31. Ну, вот сейчас он без номера. Чё, не хрит? Ой, что мы на стой ебаться? домики 31. Рядом с дорогой тропинкой старого лагеря. Офигенно! Как же я обожаю еще вот этот курсорчик. Какого фига? Прям вадим вадим. Ульяна одна? Что? Ладно. смену дальше. Кто давно его стащил, а написать на нем номер у нас никак никак не доходит до руки. Кто давно его стащил, а написать на нем номер у нас никак не доходит до руки. Эта задачка получу поручать тебе, чтобы в конце смены там был номер. Он у нас такой один, и ты и ты там будешь один. Ох, если человек кого-то сюда пришлет, то придется что-то придумать. Эну Алиса. Алиса, ты будешь жить в 23-м вместе с одной неугомонной девушкой из отряда помладше. Эх, если к нам еще кто-то приедет, то севеть их уже практически некуда. За мной и так уже один господин живет. Я один. В какой-то мере это даже символично. Я не буду давать тебе спать. Будем с собой ночами разговаривать. Как будто я был против. Зачем у нас один дом сгорел? Никогда не забудайте друг, Леша Каликов и Сережку. В общем, такие дела. Ну, идите, осмотритесь в лагерь и еще чего. Завтра будете мне бегом кинт заполнять. Кстати, Алис, твоя форма ждет тебя в домике. Иди, я выдам ее завтра, так как идет стирка. Прочистываю этот роб как я много и вы, попрощавшись с вожатым на улице было прекрасно. Вели птички, вели бед, делал ветерок, а в воздух и витал аромат витал. Вдали постоянно слышались крики младших отрядов, которые вот-вот заиграли. Погершил и процентов. Вдруг из домика вышла сжатая. Хорошо, что вы еще не ушли? Петер. Вот твоя сумка с вещами. Вот это я забыл в автобусе. Какие еще вещи? Мне в руки дали спортивную сумку. Не, вы серьезно? Какие еще сумки? Меньше, меньше вопросов, клядя. Пока я думал, у Игорь Дмитриев уже успел попрощаться с нами и пойти по своим дивам. Я поставил сумку, выдох. Ты чего? Ты чего? Просто устал немного. Я тоже. Ладно, тогда я... Постой. Сказала Лариса, стоило мне только сделать от них шаг. Да. Удивительно спросил я, теперь у меня есть секреты? Да. Может, встретимся в остановке через бутылку? Хорошо. Рассылаем мы разошлись и я медленно попался по асфальтовой дороге к своему миру. Они мои были долгими, ведь дома мы стояли в каком-то хаотичном порядке, а их номера сбивали мне с толку. И вот я вновь стою у карты рядом с библиотекой. Ааа, да, вперед. Далево, так, подожди, ёбаный. Фёдор! О, я повернулся из-за шулика. Можно домик, можно домик найти? Такое. Я тоже не мог, когда только приехал в странном лагере со своими распоряжениями и глинометрией. Его, наверное, проектирую урбанисты. Заглушаюсь по билой дорожке, где? Где какое? 31-й. А, так это рядом, рядом с домом, в окне которого флаг пиратов. Теперь вперед, а там уже и на поворот. Я вновь посмотрю на карту. Понял, вроде. Понял, спасибо. Э, мелочь, ты заходи, а то мне скучно дому. О, сдавто, как-то я не заметил, что время-то быстро идти. Чуть-чуть поправил свою ременную рубашку. Ты идёшь? Не, я особо есть не хочу. Лучше с домик разберу. Понял, ну, пойду я, только библиотеку закрою. Приятного аппетита. Спасибо. Я ловнулся и пошёл дальше. Он уже сильно припекал мне голод, но в итоге я смог добраться до своего дома. Наконец-то. Достав из команды ключ, вставил его в замок два раза налево и замок был. Я ступил на первой ступеньке деревянной лестницы. Потом я сделал шаг, как они заскрипели. Да, лучше начало. Хорошо, что хоть не провалился. Зря я сразу прикрыл дверь. Что ж, тут я буду жить до ближайшие 14 дней. Потянувшись, бегу осмотрелся. Полупустой пианистский домик встретил меня с каким-то холодком. Пустые полки, голые стены, да скрипучие доски. Что-то как-то навеяло тоску. Нужно тут все обустроить. Вдруг я слышу из сумки какие-то бульканье. Как булькает вода в бутылке. Черт, а я ведь даже не знаю, что там у меня. Конечно, открыть сумку и... Внутри меня ждали пара бутылок жидкостей, майки, пара кет, какая-то кассета с аниме, пара кепок, потяточки от солнца и еще по мелочи. После удара рукой полбой, я стал думать, вот это, блин, набор, как он мне все это мне дал? Я брал с ним по шкафу. Так, что-то слишком как-то... А тебе это все надо запустить по шкафу. Ну, кроме бухлишка, его надо оставить в сумке, пожалуй, если это оно, конечно. Бухшка. Что? Пока я расставлял все свои вещи, обнаружилось много интересного. Старые вещи, книжки и забытые тетради и карандаши, а также много-много пыли, которым мне пришлось вытирать какой-то тряпкой. Дело все это было долго и задело время. Наконец, закончив, я рухнул кровать. Надо будет сходить к миру. Все-таки, как-никак, лучше девочка лета, после моей жизни, конечно. Охуенно сказал. По сути, завтра нам с Алисой дадут бегунки и мы вместе запишемся в музыкальный клуб. Так, чем бы заняться теперь? Точно, я же Алису перешел встретиться через полчаса. Ага. Неловко выше, конечно, нужно будет взениться, ведь топ неплохо так засиделся. Офигенный звонок ванна. Продолжаем. Вдруг я почувствую, что уж давно дышу одной пылью, светил лучей солнца и единились маленькие крупицы, которые еще греки назвали атомы. В свой состав подошел к окну и потянул рукой ручку. Слежил воздух, ветер и мелкие листочки тут же полетели ко мне в домик, а шум птицы зашлину. Я вдохнул в грудь воздух и прислушивался. Вех пионеров шумлистик. Жень, да? Как ты? Хорошо. Пытаюсь тут как-то сдвинуть все эти линии. Ты их тут так много? Ого, получается, что с другими линиями. Зато мой я вновь оказался на кровати. Там какие-то другие лагеря. Не знаю, я плохо вижу. Ох, Женя, Женя, вечером попробую тебя визуализировать. Не против, если я пока прогуляюсь? Ну, ты пока отдыхай. У нас целая ночь не разговоров. Это да. Женя, Женя, я люблю тебя. Я тебя тоже. Ладно, пройди. Там с дивана я взял эженитов, уже помятую пачку парламента, как тут надо бы переодеться. Солнце в этот день решил убить всех и жарило на все плюс 35 от 40 градусов цельсия. Ушел я достаточно быстро, ведь знал, что Алиса уже, наверное, куда-нибудь ушла и мне придется ее искать. Алиса оказалась на стол. Заметь, меня пошла на встречу. Ты прости, что я так... Я тогда не пришла. Я просто вещи разбирал. Тоже? Короче, забудем. А, ладно, как скажешь. Выдохнув, не достала пачку. Как думаешь, как к этому относится Ольга Дмитриевна? Простил, я уже потягиваю сигарету. Думаю, что она даст нам за эту премию. Веренош спросит про родителей. Потом он вставит нам в тон и, скорее всего, научит ее привлечать к здоровому образу жизни. Хотя, как-то все это не останавливается. Почему? Такимара и дети надо переследить лучше. О, и без этого можно так и далее. Я сами так же через это прошу. Не проще ли было остаться от нас и дать самим пройти путь? Ошибок полный. Все равно это пройдет. Так всегда бывает. Возможно. Правая. Косвистую, понятно, какой песня сверина это курил сигарету. Не думаю. Не закончив фразу, потушил сигарету в край бордюра и закинуть лечо в вентиляцию памятника. Продолжим. Думаю, что это реально. Что именно? Что она рано или поздно знает. А, ты про это не как-то безязычным. Родители знают. А это же. Чем теперь займемся? Боится выбросить в риту. Не знаю. Я думаю, что скоро обеду. Пойдем в слово? Может, еще с кем быстрее? Так зачем нужно мыться? Что нехорошо. И то верно. Ох, прятаться. Прятаться тут, ощущая себя маленьким школьником, который боится родителей, уродичей, которые не так все знают. Когда прозвучал горн, мы уже закончили мываться и будем готовы. О, как же я ждал этого. Желательно наивольно звучал. Мы с вами сдвинули к столовой. Спустя некоторое время мы вышли к обителю. Далеком я увидел, как туда зашла Савиа Ульяна. Ей, сцены с мелкой тут не будет. Вошли в столовой, в ней было много пионер из разных отрядов. Далеке я заметил новых вожатых, которых в оригинале не было. Они сидели за отдельным столом и что-то бурно обсуждали. Сами это не волновало. Еда. Дайте покушать. Петь, надень нам место, а я пока схожу за едой, хорошо? Конечно. Алиса тут же убежал куда-то в год столов, а я принялся искать место. Благодарю, я почти сразу же нашел свободный столик с тремя стульями. Через минуту ко мне подошла Алиса, в ее руках были две порции обеда. Приятного аппетита застынчиво сказала Алиса и уткнула за свою тарелку. Я же почти не обратил на это внимание и начал кушать. На тарелке был стандартный столовский обед. Атлета была особенно вкусной. Не успела откушать и половину блюда, как к нам подошел Сережа. Не против? Я кинул головой и Сережа сел к нам. Выглядел он грустноватым. Уши. Хм. Где Женя? Я здесь. Долго. А так она в кубе сидит со мной. Она обед что-то не пошла. Понятно. Но попозже. А что? Все так? Интересно. Вы много чего в кубе делаете? Работаем. Правда? А аниме? Что вы мне заговори про мняме? Как его кацазу пристели? Аниме ты про Икоку? Я заблупался. Ладно, ты так молчи. Я там прячусь в основном от общих обязанностей. Смотрю аниме, сплю, в общем отдыхаю. Ты как я понял тоже смотришь. Все, надо будет на эту тему поговорить. Ну, хорошо, заглядывай как-нибудь. Наконец, наши тарелки опустили. Мы с Алисой стали и не направились к выходу. Чем тебе займемся? Автоматик по силе. Не знаю, я бы с радостью прогрел. На лице Алис появилась улыбка. Пошли. Стало более нормальное. Майнкрафт. Через минут пять мы, пройдя площадь, вышли на лесную тропинку. Чтобы было тепло, приятно иметь, как было. захотя все дальше и дальше мы меньше и меньше слушать в лагере. Веда, отдаляясь, в итоге выше у озера в лесу. Я вот только сейчас заметил, что поменялось все эти настроения, короче, целые тоска. Она черт, так красиво. Давно я не была в лесу. Алис побежал к озеру и стал полтыхать в нем. Ее счастья не было предела. Теперь я вижу ее такой счастливой. Смотри, она резко скаканула. Странная девушка. Сказочно милая. Алиса, ты смотри, не упади в воду. Да не бойся ты. Лучше бы сам сюда шел. Она махнула мне рукой и я увидел меня, двинут к ней. Я тут же забил мои кеды. Спустившись к месту, где была Алиса, я прилег на песок. Алиса легла от меня. Мы не слышим ничего, кроме пения птиц и сняв, просто смотри на мою пушечку. Я тебе честно скажу, вот я не... Вот в прошлом видео, если кто смотрел, я скажу честно, вот я правильно все сказал. Сок был теплым и приятно грел. Кино на 35 градусов. В лесу они ощущались по-другому, хотя и запросто парка. Помню, как любил ходить в лес в своем мире. Вдвоем. поле тут мир свой. Что вообще значит свой мир? Как это? Что это? Где мой мир? А что будет после лагеря? Так, это вопрос отложено потом, ибо я не хочу думать об этом. Нужно наслаждаться моментом, что я еще хотел от жизни. Женю рядом с собой. Не думаю, не отдельный рой в этом лагере. А думаю, о сегодняшнем форсе. хе-хе, думаю, у нас получится. Узнала пока что-то новое? Не особо. Я все пытаюсь как-то посмотреть на другие вселенные. Может, в этой что-то случилось, что-то получится? Не знаю. Забывшись, я опустил где-то на лису. Она заметила мое серьезное выражение. Так, смотрите. Так. А, нет. Чего ты? Все отлично. Ты видишь грустную. Точно все хорошо. Да. Я потянул карман за сигаретами. Тут я вздохнул и поднялся чуть выше. Когда пройдет на корни деревьев, мой взгляд усмелился с кроном деревьев. Дым медно таял моих легких. Поблялся. Классная привычка прошлого. Прошлое перешло из себя. Помню, как-то раз мы в мероприятии празднули какой-то праздник. Я хоть любил подобные мероприятия, но все равно стараюсь оставаться спокойным в празднике. Я стараюсь думать о чем-то важном. Время пока не было. И на нем темы. Вот мы начали пить. Или достаточно, чтобы через минут 40 все уже кричали, смеялись. И я стал таким же приятным чувством расслабления и эйфории. Конечно, я не хочу. Лишь пару мгновений, вспоминая, что я мечтаю, чтобы вон. Когда все уже успокоились, мы легли спать. После трех часов рваного сна, я посмотрю на время телефона. И сумму не только подняться, как у трезвил. старая комната, старая родительская кап, засраны пол, бутылки из-под пива, пачка стивили где-то в углу, пакеты с бутылками. Я медно покачу головой и постараюсь в время. Пять утра, лучшее время. Похмелье дает о себе знать, что головолит. Сейчас в нем нет места каким-то таким чувствам. Время лишь желание выпить. да умери спокойно. То есть играть закончилась, я подошел ее от песок, а корок закопал. Аиса в это время тихо лежала, лишь изделька поглядывала на меня. Я решил спуститься. Али, Иса, сидя. Так ты? Пойдет. А ты? Хорошо. Но наступила одни ловка молчания. Я пророк на песок и закрыл глаза. Мы лежали. Уснуть бы. Я не дам тебе уснуть. Спасибо. Ты не думаешь о доме? Мне не нравилось там. Нет. Безусловно, я скучаю по родителям. Я я был спокоен нескольким, если бы они были в этой селенной. Каждый у нас дом ой, нельзя забыть. Каждый раз, когда ты приходишь домой, ты чувствуешь себя по-особенному. Я не чувствую себя дома в России, а квартире я не в России был. Даже когда ты переезжаешь на новую квартиру, ты часто делаешь там какие-то вещи нам не в том остановку или что-то подобное. Я тебя поняла. То есть, я твое самое большое напоминание о доме? Да, с мелочими милочами, а ты здесь был тебя тут не было. Мы с моего пребывания в этом месте близимся бы к глю. Я уже не представляю жизнь без тебя. Прошел где-то полчаса, пока был сжившему лесу. Я тут же стал, развернулся в сторону леса. И нервы. Хури на пределе. Известно вышел Яна. На уроках был карандаш и альбом. Стоило ей увидеть нас, тот час на ее лице скрепилась недовольная гримаса. Кто такие? Эм... О, новенькие. Так сегодня приехали. Угуляли лишь я с нецелеса. Новенькие. Эфидия, ты Алиса. Я у Яна. Яна с нецелеса смотрела на нас. Яна, еще я твоя новая соседка. Алло? Пассивка? Да, меня к тебе посидели. Я уже разложилась, пока тебя не было. Боже, он ледмина губит таланты. Не беспокойся, я не буду долго в домике сидеть. Да? Ну, я надеюсь на тебя. Мы взаимомо выгодное положение лучше для нас. А вообще, я пришел прорисовать. А вы? Просто любоваюсь видами. Как-никак, первый день вы? Ага. Ты мне вылюбовались. Ладно, ладно. Почему мы тут такого не делали? Да, 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 да. Она художница. Что-то странное. Может, уже пойдете отсюда? Почему это? Она встала перед нами. Я хочу порисовать. Я могу делать это только в одиночестве. Вы мне не мешаете. Какая нахальная. Я взгляну на лесу. Сидеть, пошли. Не будем мешать художнику-мастеру. Как скажешь? Идите, идите. Я, я думаю, предложит как бы взяли в озеро. Наша прогулка продолжалась. Рода лагерь была куда красивее, чем на БГ. Конечно, ведь сейчас самый разгар лета, шелестели пышные круги, порхали птиц, завершу шалу мне живность. Так как было ярко, как мне. Максим контрастность. Вот тут оно и полетело. Тебя достаточно догадлива, это даже подозрительно. Хе-хе. не знаю, почему тут очень хорошо все сделано. Алиса громко смеялась. Я умею. Она куда разговорче, чем кажется. Так обычно, что это такое человеку-то вере, так оно раскрывается тебе со всех сторон. Так прошел еще час. Мы просто пройдем по лесу, по площади. А что там? Может, присядем? Я молчу кивну, и мы пошли к ближайшему скамейку. О, хорошо прогулит. Да уж, красиво там. Присята? Позади скамейки стояла Ульга Дмитрина, смотря на нас. Да, а вы как догадались? Ну, мы вышли со стороны леса. Ульга Дмитрина обошла скамейку и встала перед нами. Может, сосреди за нами? Вы знаете, пионерская тайна. Вожата задумалась и посмотрела в сторону. Она долго смотрела туда, пока не заявила. Возвели бы ребята на пляж. Там сейчас соревнования по воле-болу проходят. Смотрели бы и скупались потом. Мы с Алисой перегнулись и одновременно устали. Пошли. Идем. Вот и здорово. Пошел пионером занятия. Причем свечка? Не забудьте. Позову тебя Дмитрина и пошла куда-то в сторону. Купаться любишь? Да. А ты? Мне тоже. Значит, будем купаться. Определенно. Тогда приходи на пляж. Скажем, минут через 30. Хорошо. Мы развернулись и отправились к нашим домикам. Я видел всех, кроме Жени, Бьёвы и Бьёвы. Интересно, а какие они? Блядь. Не фок. Я дополнил себя очень хорошо, блин, по носу. Твоим предположением не было конца. Я представлял девочек в разных нарядах образах. Блядь, я поносу тебя в табуну хорошенько. Это было увлекательно, пока я не подошел к домику. Дом. Мой новый дом. Я внутрь я тут же заглянушка. Всё на месте. Полазил по сумке, нашёл там ещё и плавки. Сюда же лежал и полотенце. Да-да-да-да. Приодевшись, прыгал на кровать. Еще минут 20 я могу позволить себе полежать. Уверен, что Алиса сама сейчас вдыхает от всего. Теперь успокаивает Варьянку, которая резко вернулась домой и не поддует из-за своей новой соседки, обещая расправу. Как интересно. Что так интересно? В том лагере они были лучшими подругами, а здесь всё по-другому. Это как вы делируете. Правда? Ну, как минимум, идея похожа. Тут мы не видим. Винни. Правда, почти все погущены тьмой. Но они не твои они. Не знаю. Да-а-а. Так много вопросов и так много ответов. Кстати, может, в каком дом видно, вдохнув, а сразу славит. Тут его в руку немного притекли и, конечно, отславили. Это опыт многих попыток. Я уже мог быстро расслабляться. Женя, Женя, Женя вдруг половица в его доме скрипнул. Я попытался открыть глаза, но попыток было неудачным. Раскачил с кровати и ничего перед собой не увидел. О, стоп. С последнего стола медленно мне летел бумажный листок. Когда она упала на пол, я подошёл к нему. Это было обычное било, с одним маленьким штрихом от карандаша. Что это был за штрих? Понять трудно, ведь наш герой упал без сознания. Федя, столбёжка дверь разблудил. Что случилось? Федя, я тебя слышу. Алис продолжал долбаться дверь. Да, да, я оттёр дверь. Домик тут же валил из Алиса. Случилось. Я тебя на пляже минут 20 ждала. Прости, я уснул. Наверное, устал. Федя, Алис закрыла дверь в домик. Присев на мою кровать и на полковой ухожу рядом. Что-то странно. Так, чё там. Мне пришлось присесть на место. Что случилось? Я по-моему, голову вью в сторону. Да, хорошо. Просто, немного стал. Правда. Может, оставим на пляж, но потом... Может, оставим пляж, но потом... успешно... после сегодня. Я ложусь всё передом. Да, нет. Секунду. Я с вас кровати и протягл глаза. Хоть мне всё ещё и шатало, но перспективу дать грязь лицам перед Алисой была для меня хуже, чем в прогулке. Живо я. Идём. Оклимаюсь сейчас. Дорога на пляжах проходила через спортивную площадку. Они во всё играли дети младших отрядов. Кто-то играл в футбол, кто-то в вышибалые. Площадка выглядела оживлённой, и это не могло не радовать. Среди всех я увидел Славю. Она помахала рукой и бежала к нам. Ребят, пошли катьминуты. Заставил стреказы. Не-не-не-не. Я самую хоть руками. Пошли. Она взяла меня за руку, одну руку и жалпу с другими глазами. Но я была явно скучна одной среди мелких пионеров. Я был мистер к играм. А тем более командным. Да ещё и с мелкими. Слушай, а почему-то не с Романей кое-какого любого? Сказал, я легко бы сходить. Боже, я забыла о селе, что я видел эту Славю, которая побежала к твяже. Да, задача девочку. Ну, как это? Ей помог. Напомню про соревнования. И то, верно. Ты любишь спорт? Нет, судно. А ты? Много люблю, много не люблю. Не люблю командные игры. Так обедать люблю, и больше. А суд, славяясь, за всех отдувается. Ну, и кушал. Мы сможем заняться своими любимыми делами. Никто не любил делать что-то на отдыхе. Вообще, сложно назвать лагерь отдыха, особенно когда тебя заставляют работать. Дата нас нагрузят работаем. Надеюсь, что вы любите пощадить новеньких. Назад по планам получения формы и заполнения длинных кругов. Что-то ты помнишь, Алиса? Алиса Шкаркова голос и мы будем снащивать. Чув, вот это длинный день, честно скажу. Давайте конечно делить, так сказать, наполовину все. Пожалуй, остановимся. Все спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с вами за это бесконечно, это мот под названием приводит воспоминания. И первый ш всем.